С многих сторон, многогранно, костюмы здесь мы с ней вместе покупали, когда приезжала в прошлый раз, русские и удмуртские костюмы заказывали, ей даже вот шили и в Москву на выставку привезли, там встретилась она и ей вручили этот костюм. То есть она еще и там не только рисует, не только пишет, она еще и танцует, русские танцы. Вот настолько человек влюблен в нашу русскую культуру и настолько хочется ей показать красоту русского народа. И она выкладывается полностью. У нее проявился огромный организаторский талант, потому что она там организовала, у нас это семейная гостина называется, у нас литературно-музыкальный салон, где собираются люди и отмечают различные юбилеи наших выдающихся деятелей культуры. И тут опять Людмила и организатор, и исполнитель, и сценарист. Еще она делает фильмы после проведения мероприятий, делает шикарные видеофильмы. То есть в одном лице столько талантов, что вот знаете, мне кажется, что такой человек, ну я не знаю, если сказать один на тысячу, так наверное даже это я ошибусь. Не на тысячу, наверное, просто таких уникальных людей очень-очень мало. И я считаю, что мне очень сильно повезло, что у меня есть такая подруга, и дружба наша продолжается. И я много знаю, что она делает в Австралии. И могу сказать, что очень большая у нее общественная деятельность. Она как журналист, как корреспондент. Все, наверное, даже не перечислишь. Она-то не освоила и английский язык, и водит машину. Ну, человек просто уникальный. И как она все это успевает. Порой мы не успеваем прочитать все то, что она, не посмотреть все ее фильмы. А она опять новую тему, новую книгу. И вот я хочу просто сказать еще, что сегодня она будет презентовать свою новую книгу «Чутерский бунтарь». Это человек, который в 20 веке, в 20-е годы, да, тоже вот так же нес русскую культуру в Австралии. И вот хочется сделать вот такое вот сравнение, что вот Людмила в наше современное время, и тоже из Удмуртии, и тоже из Игринского района, вот культуру нес в Австралии. И Людмила как будто бы эстафетную палочку у него перенимает. Она тоже несет сейчас русскую, дворскую культуру. И хочется пожелать дальнейших творческих успехов. И вот у меня прям такой образ почему-то встает перед головой, что, наверное, часто такую картину мы видим. Кого-то провожаем. Бежим за машиной, за поездом, хотим угнаться, но понимаем, что не угнаться. Вот за этим человеком невозможно угнаться, но стремиться к этому нужно всем. И желаем еще, чтобы много-много творческих лет, Людмила, было у тебя, чтобы ты еще как-то смогла выбраться. И, кстати, сказать, я, поскольку очень хорошо знаю Людмилу и встречала ее, и провожать буду, и знаю, какой подвиг она совершила, приехав сюда в Удмурти из Австралии. Сейчас так трудно добираться, сколько приходится делать пересадок и не вести такой ценный груз, как старинные иконы, как перед границами волнения Людмилы. Я представляю, какой это подвиг для нее. И думаю, что это окупится, наверное, Людмила, вот этой теплотой, с которой встречаю тебя здесь, в Удмуртии. И думаю, что на Удмуртской земле ты какие-то новые, наверное, впечатления увезешь с собой. И снова приедешь с новыми книгами творческих успехов тебе. Спасибо за это.